Друзья, всем привет! С вами Александр Сенин и сегодня мы с вами разберем такой объект как UI Image View. Посмотрим, как стандартно добавить сюда картинку и как добавить анимацию, спрайтовую анимацию в данном случае. У меня есть три картинки, которые я подготовил. Вот такая симпатичная девочка, которая качает свою попу на шаре. И мы это сейчас добавим в наше приложение. Итак, я создаю новый проект. Называю его Image. При создании проекта нам не нужна Core Data. Просто создаем данный проект. Далее сразу добавляем туда эти три картинки. Следующим образом я просто перетаскиваю их сюда. Обязательно выбирайте Create Groups и ставьте здесь гамочку Copy Items If Needed. Итак, далее переходим на Storyboard и создаем там Image View. По поиску ее найду, добавлю сюда. Сохраняя пропорции, вот я удерживая Shift, сделаю эту картинку немножко побольше. Есть. Теперь нам нужно вытащить на наш View Controller Outlet для данного Image View. И назвать его Image View. Ну, вы можете назвать на самом деле как угодно. Ну, давайте сразу в лоб просто сделаем анимацию для начала. Итак, ну, во-первых, как привязать картинку. Значит, у Image View есть следующее свойство. Image, в котором у нас лежит непосредственно картинка. Вот сейчас мы с вами подтягиваем картинку из бандла нашего приложения по имени. В данном случае нам нужна картинка 1, подчеркивание, 1.jpg. 1, да, это у нас строковые переменные, jpg. Вот если мы сейчас запустим наше приложение, давайте посмотрим, что у нас будет. Так, заводится наш симулятор. Хочу сказать, кстати, пока он запускается, что полные курсы по программированию для Mac и iOS, ссылки на них под этим видео. Итак, вот наша девочка, да, стоит все правильно. Никаких анимаций, естественно, нет. Значит, следующий шаг, давайте программировать анимацию. Совершенно просто это делается. У нас есть массив Animation Images. Вот его мы просто с вами можем заполнить вот таким макаром. То есть просто перечислить все картинки, которые у нас участвуют в анимации. Так, 1, 1, 1, 2, 1, 3. И после этого, да, нам нужно указать еще Animation Duration. Это продолжительность всей анимации. То есть не время смены кадров, а сколько у нас всего будет длиться анимация. Ну вот давайте я поставлю полторы секунды. Так, здесь он нам X-код говорит, что давай, пожалуйста, преобразуй, сделай преобразование типов. Поскольку данное значение у нас может вернуть new, да, то ты, он говорит, обязательно сделай преобразование. Вот, собственно, что мы и делаем. Так, далее. Так, я хочу убрать этот warning. Отлично. Значит, Animation Duration. Это и так, продолжительность всей анимации. И после этого, собственно говоря, мы запускаем нашу анимацию. Давайте посмотрим, как у нас отработает приложение. Итак, все, анимация работает. Если мы хотим сделать только определенное количество повторов нашей анимации, ну, например, 1, да, то мы указываем здесь, соответственно, атрибут Animation Repeat Count. Все, видите, один повтор и до свидания. Единственный нюанс, который я бы еще сейчас хотел отметить, это то, что у нас анимация немножко дерганая получилась. То есть, смотрите, после первого, первый спрайт, второй, третий, опять у нас идет первый. То есть, ну, получается, не совсем красиво, да? Поэтому нам нужно добавить сюда еще один спрайт, один, два. Давайте три раза эту анимацию повторим. О, другое дело, да? Все, три раза повторилось. Плавно стартанули, плавно начали. Значит, вам домашнее задание небольшое. Добавьте сюда кнопки на формулу. Соответственно, при нажатии на кнопки старт и стоп, при нажатии на кнопку старт запускайте вашу анимацию. При нажатии на кнопку стоп останавливайте вашу анимацию. Окей, если у вас остались какие-то вопросы, то пишем их в комментариях под этим видео. И увидимся на курсах или в следующем занятии.